шалом уважаемые с вами снова или механик и это петра рикетович как вы уже видите по первому кадру эта серия будет посвящена пионер челленджу моему двигателю я у 555 в общем-то после установки поршневой остается совсем немного поставить левую крышку поставить генератор трубу выхлопнул карбюратор целиком и ставить на опять и заводить его но перед тем как это делать меня смутило один момент вот видите вот тут вот такая есть потертость да видно большей мере все это связано с тем что цепь изнасилась сейчас она просто стала в такое дубовое положение что я не могу но вот видите люфт да ни капельки не хороший люфт то есть и вот эта вещь выжирала картер ну естественно надо ее менять но тут есть парочка подводных камней и так что же это за цепь и с чем ее едят взяв штангель в руки не сложным замерам было установлено что что шаг шагу этой цепи порядка девяти с половиной миллиметров то есть если вам видно вам ни черта не видно моим штангелем таким цветом ну ладно поверьте на слово я открыл каталог представил значение вот это вот шага и получил цепь pr9525-9.1 то есть 9.1 это килоньютон на разрыв усилия взял думаю популярная цепь даже на prom.ua нашел продажа продается эта цепь китайская продается метражом по 5 метров цена метра погонного 65 гривен ну и перед тем как покупать где-то то есть надо будет 300 гривен отвалить я решил пройтись на рынок сразу же на первой точке я показал цепь какая говорит ну три восьмых дюйма все цепи вообще идут дюймовым размерностью три восьмых дюйма мне достают типа 200 гривен я уже было готов было расплатиться потом говорю стоп а почему твоя цепь в два раза толще моей как так а ну да в натуре цепь вот эта оказалась моя вот ну съем 555 тоньше а та идет вот настолько толстая хорошо съездил на моторынок мне предложились точно таким же шагом идет цепь сцепления на минске на восходе но минчаковская цепь идет в полтора раза шире восходовская лижевская какая-то тоже однорядная два раза шире идет то есть вот вам пацаны и нюанс какая же у меня ширина самое широкое звено на камеру замерю должно иметь ширину порядка двенадцати миллиметров внутренняя часть внутреннего звена должна иметь порядка шести там меньше шести миллиметров ну и диаметр ролика порядка да тоже 6 6 и 2 6 и 2 миллиметра есть китайская цепь не дважды пытались тюхить китайскую цепь я приложил там 84 по моему у нее есть размерность шаг она меньше по шагу но по ширине такая же ну и совсем отчаявшийся вернулся обратно на курчатовский рынок возле автовокзала и на одной точке мне достали точно такую же цепь и эта цепь от привода грм автомобиля субару но длина вот этой цепи три раза меньше чем мне предложили и стоимость субаровской цепи порядка 500 гривен я понимаю что это за качество то есть на три мотора хватит на мотор рынке мне предложили точно такую же от ява 555 цепь вот столько вот за столько звеньев тоже 500 гривен то есть я решил взять паузу на подумать почему не подходит цепь от явы 05 у явы 05 если кто помнит идет уже два диска сцепления и эта цепь идет в полтора по моему или в два раза шире по моему в полтора раза шире вот поэтому вот 555 как в предыдущей версии есть проблемы с поиском цепи но подходит цепь от автомобиля субару как мне сказали на рынке так что я взял паузу я пока приму все за и против посмотрю не то ли цепь что в черкасах и луцке продается по 65 гривен по вонный метод чтобы она не оказалась не дай бог полуторной по отношению к этой либо двойной потому что на рынке были как раз вот двойные точно с таким же шагом 3 восьмым вот надо внимательно относительно ширины этой цепи если вы будете восстановить этот мопед дальше еще один нюанс по субаровской цепи она по большому звену оказалось примерно я вот приложил их друг другу шире на 2 миллиметра то есть вот это звено вот она идет толще ну и мне ничего оставалось как не брать и ехать домой и производить уже дома замер я в итоге я вернулся домой обратно сандалил эту цепь на место и решил глянуть какой будет зазор с учетом того что субаровская цепь привода грм немного толще то есть видите у меня палец спокойно там вот место за головой хватает тут ничего не будет задевать то есть не до винтов до головок не будет доставать то есть можно спокойно покупать и еще на три мотора и и хватит и еще одним моментом по поводу если я буду брать и устанавливать субаровскую цепь неизвестным будет вот вот это замочное звено по идее насколько я помню оно должно вроде бы внутренние звенья совпадали вот внешние звенья вроде были как толще ну по идее этот замок должен сработать и тут ну порядочный люфт если вы увидите на камеру да то есть есть у нас осевой люфт ну и если даже возьму субаровскую цепь то по идее этот замок должен будет стать все таки люфт есть зазор небольшой как раз надеюсь подойдет так что будем теперь копить теперь мы знаем какой сделать новогодний или после новогодний себе подарок для этого мотора ну и спасибо всем за внимание ждите следующей серии всем пока